Всем привет! И в этом видео я хотел затронуть тему комбикорма для подрастающего молодняка. Несушкам нашим уже исполнился сегодня ровно месяц, поэтому кормить их обычным комбикормом, магазином, соответственно, уже невыгодно по денежному эквиваленту, потому что кушают немного, и уже он просто им не подходит. Они уже нуждаются в большем рационе питания, в большем количестве полезных вещей. Наша бетономешалка, делаем мы замесы в бетономешалках, это гораздо удобнее, не нужно надрываться. Засыпали все сюда и кнопочку нажали, и оно перемешало. Итак, сейчас я хочу рассказать о составе комбикорма, сколько и все, к чему прилагается. Начнем с биодобавок, или не био, но что-то и био. Во-первых, это крейда мел, всего у нас его 2 килограмма, то есть по килограмму. Дальше у нас это кормовые дрожжи, килограмм. Я сейчас расскажу все, чего, а потом вы попросту высчитаете, возможно, в процентах, как вам нужно. Я сейчас расскажу, сколько у нас по килограммам всего использовано на наш замес. Мука мясокостная, 2 килограмма, вот один, второй пакет. И мука рыбная, тоже 2 килограмма. Соответственно, какой наш рацион комбикорма? Это мука рыбная, мука мясокостная, кормовые дрожжи, мел. Дальше у нас едят макуха. Измеряем мы наш комбикорм в вот таких вот ведрах. Ведро 15-литровое. Соответственно, буду вам пример подавать и в 15-литровом ведре. Ведро макухи. Желательно, чтобы она была дробленка, чтобы, ну, как бы, порошковое состояние было. Мы ее также через деку пропускали. Она очень хорошо справляется с этим. И выходит такой вот порошок. Одно ведро. Макухи. Дальше я уже тут подзасыпал. Ну, сейчас отроемся донизу и скажем. Соответственно, видно вначале, что это ячмень. Ячмень мы используем тоже одно ведро. 15-литровое получается макухи, 15-литровое ячменя. Дальше даруемся донизу. Вот уже проглядывается. Это у нас пшеница. Ну, ее видно, да? Она вот проглядывается. Пшеница, два ведра. Два 15-литровых ведра необходимы. И сейчас, если получится, у меня прям донизу дорыться и показать это. Но, я думаю, уже не получится. Потому что все-таки... Вот, получилось. Это у нас кукурузка. Кукурузки тоже ведро. 15-литровое. И немного гороха. Гороха можно с полведерка. Ну, на свое усмотрение, сколько у вас уже гороха. В общем, вот такой вот у нас получается корм. Мы считаем его не полностью сбалансированным. Потому что можно еще по логике веществ и овес добавлять. И разные еще добавки. Но, подводя итоги, наш комбикорм состоит из пшеницы, ячменя, кукурузки, гороха, макуха, мука мясокостная, мука рыбная, кормовые дрожжи и мел. Вот такой вот у нас получается комбикорм, который уже кушают наши несушки, начиная с одного месяца. На этом, собственно, у меня все. Сейчас я это все разрежу по пакету и высыплю в бетономешалку. Перемешаю. Как оно все мешается, можете найти ссылку под видео. Я уже снимал, как тут удобно мешать. И на этом у меня все. Подписывайся на канал, ставь лайк под видео. Делись своими впечатлениями в комментариях. Возможно, у тебя есть какие-то идеи своего корма. Обязательно напиши об этом. И до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok